Это видео за несколько дней облетело интернет и сделало его героиню звездой сети. На кадрах видно, как кондуктор делает разминку в пустом троллейбусе. Затем автор переводит камеру на мерцающий свет фонаря и рабочего, который пытается его отрегулировать. Дополнили видео музыкой из сериала секретные материалы. Шутку оценили, особенно химчане. Видео, собственно, и появилось в паблике типичные химки. Мы решили найти героиню ролика. Знакомьтесь, Надежда Ильинична Пушкина, кондуктор на троллейбусном рейсе номер 202. Так, тут все с билетом. А вы вообще знаете, что ролик такой ходит по интернету? Ну, так немножко бегло посмотрели, а так полностью я ничего не знаю, не смотрела. Все говорят, что я так переживала, думаю, что случилось. А потом говорят, все хорошо. Я просто случайно туда попала, мне кажется. Часто рабочий день кондуктора начинается затемно. Сегодня, например, вышла на рейс в 5 утра. Женщина признается, хорошо себя чувствовать при таком графике и поддерживать организм в тонусе в течение всего рабочего дня помогает та самая разминка, которую и запечатлели на видео. Я покупаю ЗОЖ, журнал, там лечебные письма, там от чего-то, от какой болезни есть такие комплекс упражнений. Можно сидячие делать, такие вот для глаз, для ушей, для вот давления. Ну, конечно, это надо заниматься, надо ходить все больше, чтобы не лежать в постели. Ай, неохота сегодня, не надо на завтра откладывать. Раз сегодня начали, и каждый день понемножку, понемножку надо ходить. Раз другие такие упражнения делать не хотите, или не можете, просто ходить надо немножко. Надежда Ильинична привлекает к спорту и коллег. В перерывах между рейсами делают производственную гимнастику вместе с водителем. Что, разомнемся? Давай повторять за тобой. В свободное от работы время Надежда Ильинична тоже не сидит на месте. Недавно приобрела новое хобби. Освоила технику алмазной мозаики на мастер-классе в рамках проекта «Химке интересно жить». Возможно, скоро проведет и собственное занятие по производственной гимнастике. Юлия Куштейко, Дмитрий Бадыров, Служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова